Все возрастающая, все больше возрастающая роль семьи Путина во власти. Ну, начиная с того, о чем вы говорили, когда его дочь Катерина, по сути, назначила министра обороны Белоусова, замминистра обороны Путин назначил свою племянницу, ее муж министр экологии, и можно еще примеры называть. Раньше он этого не делал, сейчас напрямую родственники, семья заходят во власть, он их туда тянет. Скажите, пожалуйста, с чем это связано, и с семьей, от кого больше всего Путин зависит? Связано это с вот такими вот большими выпученными глазами Путина в ночь с 23 на 24 июня прошлого года. Он в первый раз за десятилетия нахождения у власти понял, что его могут физически снести, рейтинг его мыльный пузырь, и никто ни в каких там деревнях, селах, городах, не выходит перекрывать трассы и защитить Путина и Москву от вот этого вооруженного мятежа. И его аналитики в ФСО ему докладывают и говорят о том, что в российской армии... Роковая ночь Путина летом 23-го, да? Нет, это однозначно, достаточно просто посмотреть то сообщение, то обращение, которое он записывал к вагнеровцам, с тем, чтобы их притормозить и остановить. И голос дрожал, и он себя вместе со всеми остальными согражданами России сравнивал, ставил. То есть до этого он всегда выстраивал какую-то такую религию, где он как божество, а под ним все остальные. Но это всегда он это делал, такой солнцеликий. А в данном случае, обращаясь к ним, он попытался максимально сократить дистанцию и сказать, что все они там одной крови, все они одна команда и так далее. Но, кстати говоря, это на них подействовало, и они ему поверили. Но точно так же, как Евгений Пригожин их обманывал, и Путин их в последующем обманул, разогнал, распределил между другими. А основных лидеров главарей казнил внесудебно 23-го августа, ровно два месяца спустя после начала мятежа. Так вот, для чего он такое количество лояльных ему людей сегодня двигает в Министерство обороны? Он опасается, не только он, и ФСУ опасаются повторения бунта. Но уже в рамках вооруженных сил Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что те, кого отправляли в бой еще там, начиная с февраля 22-го года, из тех, кто выжили, они прекрасно понимают, что им тогда врали. Что все уже совсем по-другому. Что с чего начиналась так называемая путинская СВО, а по сути дела масштабная война, все это было враньем и ложью. И никто уже не озвучивает никаких тех тезисов, которыми их заманивали, убеждали и мотивировали. И очень много предательств, очень много погибших российских военных. И вот это вот такое боевое братство, оно в определенный момент, конечно, может сработать. И сработает наверняка, я уверен, если война раньше не прекратится. И в какой-то момент возможен рецидив. Только рецидив не ЧВК Вагнер, не одного прокси-подразделения, которое смогли блокировать, оккупировать. А в какой-то определенный момент может пойти сначала такой тоненький ручеек в виде каких-то там батальонов или полков. А потом может начаться стихийная лавина, когда они будут оставлять свои позиции. И будут выстраиваться в гигантскую колонну, даже не в колонны, а в колонны. Которые с разных сторон через Ростовскую область, через другие прилегающие к Украине регионы начнут входить. И тогда уже, конечно, никакие там ГИБДДшники, ФСБшники, ВСИНовцы, Росгвардейцы, их не остановят. Регулярную армию остановить невозможно, когда она пойдет на Москву. А Кремль защищен вообще от этого? Или это все понты будут? Так вот, и поэтому и пытается сейчас сделать очень быстро ротацию. Почему происходит? Буквально там вчера 235-й гарнизонный суд взял под стражу одного из командиров бригады, которая в Буче совершала преступление. Там поформально, по обвинению, по мошенничеству. За месяц до этого бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Попова взяли тоже под стражу. Тоже по обвинению в какой-то там экономике. Ну, то есть все это за уши притянули. Почему они начинают командиров, боевых командиров, которые находятся там, в зоне боевых действий, задерживать и арестовывать тех, у которых есть под ружьем тысячи боеспособных солдат? Потому что они боятся, что вот эти настроения, ну, по сути дела, если хотите, антивоенные, они переродятся в вооруженный мятеж. Поэтому Путин очень хочется, чтобы на разных позициях были лояльны к доску ему новые люди в Министерстве обороны. Но плюс ко всему подспудно, а его окружение, окружение его Катерины, вот этот вот, третий Катерины или там первый, оно просто хочет нажиться на этом, потому что это очень удобно. Не нужно никаких нанотехнологий даже, как у Чубайса. Просто берешь государственные контракты и пилишь там денежные средства. Команда Шойгу им это наглядно показала, как это можно сделать. Конечно, красть будут раза в два в три меньше, чем клан Шойгу, потому что те крали безмерно. Но тем не менее и этого будет им хватать, потому что речь идет о многих миллиардах рублей. Поэтому вот такая вот история. А любовницы, мужья, взрослых дочерей Путина, они пытаются использовать этих дочерей в своих целях, чтобы добиваться невероятных денег, власти, чтобы влиять на Путина и, собственно, подлезть туда? Потому что это же история не новая. Во многих очень странах так происходило. Ну, и здесь ровно то же самое происходит. Ну, да, во-первых, нужно отметить, что их любовники и мужья не воюют, конечно же. Не принимают участие в войне. На передовую их никто не отправляет. И мужья, подружек путинских дочерей тоже не воюют. Они считают себя элитой, знатью. Их волнует, сидят ли они в лонгированных лимузинах и седанах представительского класса на перфорированной коже с вентиляцией, с подогревами. Вот это их заботит. Вертолеты заботят. Как вкусно покушать, как отдохнуть. Воевать они сами не хотят. Воевать они прекрасно понимают, что у них закредитованное нищее население. Достаточно им просто объявить в пять раз большую зарплату, чем у станка на заводе. И вот, пожалуйста, туда образуется очередь, потому что закредитованный нищий мужик нарисует себе... Ну, это очередной такой МММ. Только в МММ, в Хапре и так далее они забирали в 90-х деньги и ваучеры с тем, чтобы в руках оказались все предприятия России. А сейчас они забирают человеческие жизни. Но действует это приблизительно одинаково. Мощная реклама, промоушен, завлечение и так далее. Но, в принципе, сейчас уже выбрали тех, кто был закредитован. Большую часть из них уже отправили туда. Ну, вот из семьи от кого больше всего Путин сейчас зависит? Из своих родственников? Или родных, если брать, там, Кабаева, ну, близких людей, каких-то еще? Я бы не сказал, что он от кого-то зависим. Он зависим от своих фобий, от страхов, которые у него в голове. Другой вопрос, что его окружение прекрасно знает, как на его амбиции, чрезмерном тщеславии и страхах играть. Как можно испортить настроение диктатору, а как можно, наоборот, подыграть и получить его благосклонность. Те люди, которые ему говорили правду в лицо, их уже многие годы в окружении Путина нет. Есть достаточно большое количество циников и лицемеров, которые ему говорят удобные вещи и получают от него удобные решения для того, чтобы их клан становился еще могущественнее, еще богаче. Они не думают ни о народе, ни о людях, ни о государстве, они не думают даже о своих, не говоря уже там про Украину или про какие-то другие страны. Это сборище таких циников, лицемеров, олигархов, потерявших совести берега персонажей. На этой неделе суд в России заочно приговорил Дмитрия Гордона к 14 годам колонии за призывы, в том числе, убить Путина, Лукашенко. Ну, они там много всего написали. По четырем статьям Второй Западный окружной военный суд в Москве. Я так понимаю, что есть еще одно дело, потому что они говорили о двух уголовных делах. Они дважды объявляли его в розыск. Вон там в списке террористов-экстремистов, вон иноагент, первый гражданин Украины. Тем не менее, вот вы как специалист карательной системы России, Володя, объясните мне, пожалуйста, зачем Россия делает такие вещи, такие приговоры, потому что это же такая сейчас у них перманентная борьба с теми, кто борется с путинским режимом, 14 лет колонии, то есть и еще что-то там хотят. Они надеются, что это будет иметь практичные какие-то практические результаты? Я хотел еще в самом начале нашего разговора пошутить и спросить, что Дмитрий там бьет себе очередные какие-то купола на спине, за каждую ходку, за каждый этот виртуальный срок и так далее. Ну это да, в общем, ну и по поводу там специалиста по карательной, я специалист по борьбе с карательной системой. Я надеюсь, вот я борюсь с специалистами карательной системы. Почему в отношении Дмитрия выносятся такие решения? Во-первых, первое я хочу сказать, что здесь мне очень важно, что мое мнение совпало с мнением репортеров без границ, которые поддержали Дмитрия Гордона в этой, во всей истории и в этом абсолютно надуманном приговоре. Для чего они занимаются этой фантазией? Там же они по приговору, ну опять же, приговор, конечно, возьмем в кавычках, точно так же, как и там слово суд уже в России. Это такая издевательская какая-то манера, суда там давно уже нет. Его же приговорили не только к 14 годам лишения свободы, но еще и к 3 годам на занятия его журналистской деятельностью. То есть это, конечно, я читал, я просто не понимал, это какая-то абсурд, кавка, они тоже как бы так глумятся. И, видимо, ощущение такое, что там сверху требует вот этот маленький низкорослый диктатор, стареющий, постаревший уже ножками семени, топает, значит, чтобы их всех к ногтю. А его система прекрасно понимает, что тут уже как бы, ну уже все, лимитов, пределов никаких абсурду нет. Они уже просто ему удовлетворяют по полной программе. Сказал про него Дмитрий Гордон плохие вещи, плохие слова. В качестве мести сразу приговор, заочный арест. И вот даже запретили ему заниматься журналистской деятельностью. Наверное, по большому счету, те, кто причастны к этой системе в России, их надо в первую очередь даже будет не в тюрьму отправлять, а многих на психиатрическое обследование, на предмет того, насколько у них там с манией все хорошо, насколько они отдают отчет в своих событиях, в своих действиях. Но здесь, конечно, они пытаются запугать. Конечно, у Дмитрия сильная проукраинская, антипутинская позиция. Он никаких углов не срезает, не пытается быть и вашим, и нашим. Но, скажем так, в ту сторону, в которую жизнь бросила Арестович, он никогда не пойдет, пока жив. Хотя уже, в принципе, слово, фамилия Арестович, можно как имя нарицательное уже становится с определенным рядом поступков. Ну, то есть, в общем, все понятно. Они будут запугивать тех, кто поддерживает Украину, и кто пользуется влиянием в России. А у Дмитрия, безусловно, огромная аудитория в России, которая к нему относится с огромным уважением. Кто смотрит его интервью, для кого в гостях у Гордона, наравне с Юрием Дудемом, может быть, и важнее, чем Дудь, для какой-то аудитории эти большие интервью его, которые уже больше 10 лет публикуются в интернете. Поэтому, в общем, Путин пытается таким образом всех лидеров общественного мнения, всех миллионников запугать, задавить и так далее. Но мне кажется, что на Дмитрия эта история никаким образом не повлияет, кроме того, что еще, возможно, угля в топку его энергии подбросит. Но это говорит о том, что нет предела российскому беспределу сегодня. Говорит о том, что это уже не суд, а судилища, что они издеваются. Человек, который никогда в жизни, там, последние годы, мы говорим про военные годы, не находился по понятным причинам на территории Российской Федерации, который де-факто на территории Российской Федерации не мог совершить ничего, значит, они его приговаривают к тому, что человек в Ютубе, в интернете говорит то, что считает важным на территории другого государства. Но здесь в данном случае они пытаются так напыжиться и сказать, что вот их уголовный кодекс, их юрисдикция теперь распространяется и на весь остальной мир. Но еще раз говорю, это вот одна из маний величия Путина и тех, кто ему потакает, соглашается, не спорит и так далее. Но обнулили следственно-судебную систему. Добьются, наверное, того, что в целом их из всех международных организаций поисключают за подобное и на этом все закончится. Я думаю, что эти решения не за горами, потому что каким образом Интерпол или международные институты правовые могут взаимодействовать с теми, кто журналистов за их мнение в интернете приговаривает к 14 годам, ну, очередная такая вот еще одна ступенька в ад следственно-судебной системы России, которая приведет к тому, что ее полностью нужно будет под корень сносить и строить новое, а не напильником там что-то ремонтировать и рихтовать. Мы, кстати, опубликовали список судей с их данными, личными данными. Все желающие могут пойти посмотреть. У нас в телеграм-канале Дима и на сайте есть те, кто вот как раз выносил судебные решения и Диме, и защитникам Азовства, и разным другим украинским, проукраинским политикам. Вот все есть, поэтому, друзья, да, пользуясь случаем, можете пойти, позвонить или написать смс, передать пару слов тем, кто называет сейчас себя в России частью судебной системы, а на самом деле является преступниками, разрушителями этой судебной системы. И, конечно же, им придется отвечать в любом случае рано или поздно и оказаться как раз на скамье подсудимых. Володя, скажите, пожалуйста, вот вы там вспомнили, что сказали, что поисключают вообще Россию отовсюду. Странно, конечно, что до сих пор не сделали это. Тем не менее, вот сегодня как раз Орбан приехал в гости к Путину, и российская пропаганда попыталась, и Путин лично, это представить, как вот, мол, главный же в Евросоюзе, это же Евросоюз к нам едет. Но понятно, что все в Евросоюзе, тут же выступили с заявлением о том, что Орбан вообще по своей инициативе, если он туда поехал, он представлять может только свою Венгрию, а Евросоюз вы сюда не мешайте, потому что Путин аж другие сейчас союзы, он говорит, он что с Талибаном борется против террористов, как союзник Талибан, он там с Северной Кореей в десна целуется, вот это его союзники. Но, тем не менее, вот все эти телодвижения, в том числе в контексте заявлений Трампа все чаще и чаще звучит от Трампа мирный план, секретный мирный план Трампа, когда Трамп опять же начинает рассказывать через своих помощников и сам комментирует, что закончит войну, там за уже меньше суток у него прозвучало, что, но, как он хочет ее закончить? Ценой украинских территорий, ценой нашего, по сути, проигрыша и победы России, то есть он же не хочет закончить справедливо, когда агрессор проиграет. Но, судя по всему, Путин тоже заинтересован, ну, как раз сегодня в остановке огня в перемирии. Почему? Потому что ситуация не очень, надо собраться силами, для того, чтобы, собравшись силами, опять напасть и уже попытаться максимально сильным, все равно завоевать Украину. То есть мы понимаем, что для него война, это пока он есть, пока он будет хотеть завоевать Украину. Вот скажите, как, что вы об этом думаете? Кому и что нужно и выгодно, и кто к чему будет идти? Вот если такое, знаете, ну, не ваше немножко, да, направление, но тем не менее, вы же смотрите, вы анализируете. Это то, о чем я как раз переживаю. Как будут развиваться ценности, да. Одним из американцев у нас такой дискуссии, дебаты были на эту тему. Ну, первое, да, Орбан слетал и поговорил с Трампом. После Трампа Орбан слетал, повстречался, поговорил с господином Зеленским. Сейчас он полетел к Путину. То есть он пытается со всеми переговорить, выяснить, кто на что готов пойти, с тем, чтобы, ну, то есть, конечно же, все устали от войны. И Трампу хочется прекратить всю эту историю, безусловно. И Путину тоже хочется прекратить. Вопрос лишь, вы вот правильно задали вопрос, на каких условиях. Потому что, когда я слышу, как трамписты рассказывают, это такой хитрый план, значит, все будет хорошо, Трамп сейчас изберется. И у меня буквально вчера с убежденным трампистом, с очень хорошим человеком, с очень хорошим доктором, была дискуссия, в которой человек вполне искренне и убежденно говорил о том, что вот он, такие как он, они верят, что Трамп будет сильнее, чем Байден, Трамп сильнее поможет Украине, на что я, конечно же, смотрел абсолютно скептически, потому что я прекрасно понимаю, что Трамп это человек, который постарается договориться с Путиным. А Путин не уступит ни при каких обстоятельствах, например, не допустит, пока он жив, возвращение Крыма к Украине. Точно так же, как уже два региона, как минимум, Украины, Луганскую и Донецкую область, они в Конституции прописали, там, обосновались и так далее. Поэтому представить, что Трамп вдруг скажет какие-то три волшебных слова, там, Володя, пожалуйста, и Путин скажет, ну, конечно, вот у меня в первый раз в жизни, там, слово, пожалуйста, не волшебное сказали, конечно, они возвращаются, и мы все, ну, конечно, он этого не допустит. И мне думается, что здесь идет талантливая игра господина Трампа перед выборами с тем, чтобы не занять вдруг случайно позицию будущего, там, коллеги, друга, единомышленника Владимира Путина по этой, по всей истории. Для него лучше сказать, что он не поддерживает аннексию, оккупацию, есть план, вот, он такой гениальный, что все будет там в течение двух месяцев, до января война прекратится. Я вижу риски, что единственная ситуация, если Трамп, опять же, в слове если, если Дональд Трамп действительно возвращается в Белый дом в качестве вновь избранного президента Соединенных Штатов, есть большой риск того, что он может оказывать давление на Украину и на господина Зеленского, угрожая там полным прекращением поддержки, и попытается посадить Владимира Зеленского за стол переговоров с тем, чтобы принять какие-то частичные условия Путина. Безусловно, он и Путина, конечно, попросит где-то подвинуться, но я вижу в этом большие риски, что Украине будут предлагать отказаться от каких-то частей территорий с какой-то отсрочкой на 10-20-30 лет, с последующим когда-то референдумом, но у Путина одним из его пунктов, задач, которые он пытается выполнить, является разоружение Украины. А вот в данном случае мы понимаем прекрасно с вами, что даже мыслить об этом серьезно не хочется и допускать эту мысль, но если гипотетически представить план сумасшедший план, что вдруг какой-то политик или политики на это соглашаются, мы же прекрасно понимаем, что они заберут часть, но если не будет армия, будет просто полиция и тюремная служба, то через полгода или год армия двинется и никакие полицейские с пистолетами в кармане не остановят регулярную российскую армию, и тогда вся территория будет уже бескровно захвачена маржеброском и на этом все полностью закончится, Украина как независимое демократичное государство перестанет существовать, просто будет расширение ГУЛАГа 21 века со всеми пыточными, а все не согласны, их будет много, они поедут все в Столыпинах, в Сибирь и так далее, здесь не должно быть никаких иллюзий, что Путин придет, заключит какое-то соглашение и все будет как-то лайтово, вся история с разоружением Украины будет связана просто с потерей государственности, самого государства украинцами, что может принести это, но это даже в режиме если я не хочу обсуждать, поэтому здесь и Дональд Трамп и все его окружение должны реально понимать, что и Европа, и Европейский Союз, и сами украинцы в первую очередь. Я не понимал, потому что я сейчас, вот для меня самое основное, что меня расстраивает, я не вижу от западных лидеров четкого месседжа о том, что нужно менять режим Путина, что без смены режима все остальное это уже война на годы, 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 и вот такое состояние перманентное, поэтому они не говорят, то есть вот я не от одного, вы слышали, чтобы кто-то из них, но об этом говорит только Украина, которая воюет, что нужно поменять режим, потом все остальное, потому что пока Путин есть, он понятно, то есть мы не знаем, кто после Путина будет, как будет там, но это хотя бы какой-то шанс, потому что пока он, он конечно будет хотеть захватить Украину всю. Ну давайте посмотрим ну как бы правде в глаза, ситуация такова, на западе Украину поддерживают демократично избранные политики, которые приходят на 3-4-5 лет на свой пост и потом уходят, а некоторые уходят и досрочно, как господин Сунак в Великобритании, который себя сейчас сегодня слагает полномочия из-за того, что его партия, полномочия премьер-министра в Великобритании, потому что его партия потерпела поражение на парламентских выборах. То есть все то, что казалось вчера чем-то стабильным, то, что может поддерживать Украину, мы видим, как обновляется карта в Великобритании, как меняется Борис Джонсон, потом господин Сунак, сейчас непонятно, кто будет. В Соединенных Штатах ситуация достаточно ясная и понятная, к сожалению, по картине происходящего, всем риском того, что более 60% риск того, что именно Дональд Трамп станет президентом со всеми вытекающими. во Франции внеочередные экстренные, малопонятные кому по причинам выборы с риском того, что ультраправая партия придет к власти, которая исторически на протяжении долгого периода времени была так или иначе связана с Путиным, с Россией, и там целая череда была скандалов про российское финансирование и так далее. С одной стороны демократично избираемые политики, которые в порядке ротации меняются, и когда с них слагаются эти полномочия, они завтра возвращаются в свои таунхаусы и квартиры, на электровелосипеды, к своей обычной работе. Ну так работает демократичный западный мир. А с той стороны мультимиллиардер, Путин сегодня один из самых богатых, если не самый богатый человек мира, который уже четверть века управляет гигантской территорией с ядерным оружием. Поэтому одно дело похлопывать по плечу президента Зеленского и говорить, что мы за все хорошее, против всего плохого, и мы все поддерживаем ваши стремления к демократии. А потом проходит буквально две недели, человек с себя слагает полномочия, пишет последнее электронное письмо коллеге Зеленскому, и после этого превращается в, не знаю там, ученого, предпринимателя, какого-то функционера где-то. Ну абсолютно как бы отстраняется, говорит, ну а дальше уже не я, дальше уже приходит совсем другая партия, а у них теперь другие виды. И это, к сожалению, происходит сейчас в целом ряде стран, в тех стран, которые очень мощно поддерживали Украину. Поэтому Володя, и тем не менее я вам хочу сказать, все равно все будет хорошо, я в этом просто уверена, потому что так развивается история, не может мрак победить свет, не может тьма одержать победу, потому что это тогда конец всей цивилизации, которая сейчас достигла какого-то уровня развития. Поэтому я просто уже финалимся, но я хочу закончить на позитивном, потому что я в это верю, вот абсолютно. А по-другому и нельзя. Ну, просто если мы в какой-то момент такие, как и я, и такие, как вы, мы опустим руки и пойдем на поводу у каких-то политиков, которые в это играют, но не рискуют своими жизнями, а просто озвучивают что-то, что откликается их электорату или соответствует их внутренним убеждениям, но в рамках вот тех полномочий, регламентов и сроков, если мы опустим руки, конечно, все рухнет. И здесь никакого исключения нету и Гордона, и Осечкина, и всех остальных, кто пытается противостоять Путину, он будет в любом случае настигать и уничтожать по одному. Если в какой-то момент мы перестанем друг друга поддерживать и выступать единым фронтом за демократию и против этого тоталитарного режима. и здесь как раз наверное на фоне вот этой вот международной нестабильности тем важнее становится роль каждого журналиста, правозащитника, активиста, тех, кто сейчас по всем фронтам на своем уровне пытается противодействовать путинскому режиму. Ну а политики, ну политики, они такие политики. Продолжение следует...